Самый доступный вид транспорта с одной стороны и самый старый в России по техническому состоянию с другой. Яшкаролинские троллейбусы каждую зиму становятся предметом жалоб горожан. Чаще всего жалуются на то, что холодно в них, как на улице. Всего, напомню, по Яшкароле ходят 141 троллейбус. Средний возраст большинства машин превышает 20 лет. Так возможно ли сделать самый социальный вид транспорта еще и комфортным? Мы попытались найти ответ на этот вопрос. Жалоб нет. Зима вот уже второй год подряд сравнительно теплая, как будто жалеет муниципальное предприятие троллейбусный транспорт. Два года назад, в период сильных морозов, население бунтовало. Условия перевозки, когда мерзли руки, ноги, в транспорте почти, как на улице, были невыносимыми. И вот прошло два года, а техническое оснащение троллейбусов так и не изменилось. Средний возраст Ишкаролинского троллейбуса составляет порядка 23 лет. При сроке амортизации 10 лет. Последние троллейбусы предприятие прибрало в 2003-2004 году в количестве 4 единиц за счет собственных средств по программе лизинга. Последние бюджетные средства, которые уделялись на приобретение троллейбуса, были только в 1993 году. Городским собранием Ишкаролы с 2009 года реализуется программа развития городского электрического транспорта. В прошлом году эта программа также, как и ранее, предусматривала субсидирование троллейбусного парка. Сейчас, в этом году, у нас по программе предусмотрено только 105 тысяч рублей. Понимаете? И то, эту программу мы 100 тысяч рублей поставили, почему? С такой большой суммой, чтобы эту программу не закрывать, а ставить ее целой. А именно, когда мы будем получать дополнительные доходы, чтобы мы могли часть дополнительных доходов заправлять на программу развития ФПТСР, За глаза троллейбусный парк Ишкаролы называют парком юрского периода. И это при том, что ежедневно их услугами пользуются около 100 тысяч человек. Установить летом кондиционер и зимой специальные обогреватели пока из разряда фантастики. Об этом даже и речи не ведется. Дирекция МПТТ заверяет, увеличение стоимости проезда приведет к оттоку пассажиров. На сегодняшний день троллейбусный парк и так борется за потребителей. Новые маршрутные микроавтобусы с тарифами чуть выше, но с большим комфортом, ежегодно забирают у троллейбусников около 10% пассажиров. Себестоимость перевозки у нас составляет где-то 12,7 рубля. То есть, если бы нам 13 рублей каждый бы пассажир платил, то есть ученик 13 рублей, студент 13 рублей, по единому социально-проездному билету 13 бы рублей платили, то наше предприятие было бы уже не убыточным. Если в 2008 году тариф составлял чуть более 1 рубля, то на сегодняшний день средний тариф по 2011 году составил 3 рубля 70 копеек. 2011 год для Ишкаролинского троллейбусного парка оказался убыточным. И в то же время снять с маршрутов этот транспорт невозможно. Им пользуются более 50% льготников города. Приобрести новый тоже не вариант. 12-тонный городской перевозчик стоит 6 миллионов рублей. Свои силами, капремонтом из года в год троллейбусный парк молодеет как может. Из 141-го 20-25 ежегодно обновляются на 80%. Этот, пока еще разобранный, троллейбус выйдет на линию в этом месяце. Увидеть разницу пассажиры вряд ли смогут, ведь внешне он все тот же старый троллейбус. Благо теперь безопасный. Работы сложные, затраты тоже немаленькие. На один около 500 тысяч рублей. Мы снова с вами перед выбором. Ездить по советскому варианту с шумом и холодом, но по минимальной цене. Или с комфортом, но по цене, которая будет неуклонно стремиться к себестоимости. Как это можно заключить по маршруткам, билет дорастет до 15 минимум рублей. Важно, что выбор остается. Ведь даже в тех случаях, когда, казалось бы, выборы потребителю не оставляют, он его делает. Вспомним междугородние автобусы, которые должны были оказаться в цивилизованном, но более дорогом для потребителя месте. Где они? Они там же. Поэтому, несмотря на старость, эко-транспорт и по сей день занимает лидирующую позицию среди всех видов перевозок вишкороле. Он же при условии полной загрузки, это около 120-150 человек, весит, достигает 16 тонн. И вследствие, без особых усилий, изо дня в день разбивает дорожное городское полотно, которое тоже требует ремонта. Стало быть, более прибыльный вид транспорта должен датировать менее прибыльный. Причем, этот бюджет должен учитывать и затраты на поддержание городских дорог и управляться единым городским ведомством. Пока же каждый из участников этой ветви городского хозяйства видит перед собой только собственные цели.